Войска, когда они там потерпели поражение, его выводили оттуда два величайших сподвижников. Абу Хурайра и Сальман Аль-Фариси, они были на земле Дагестана. Да будет довольно-таки все еще. Ислам к нам принесли величайшие сподвижники. Вся земля Дагестана усилена могилами сподвижников. Тяжелейшим трудом они обеспечивали укоренение ислама в наших землях. И уже через несколько сотен лет дагестанцы преподавали. Они стали алимами, они преподавали в лучших университетах исламского мира. В Багдаде, в Дамаске, в Бухарине. В X-XI веках, в 642 году, в XII веке, мусульмане пришли уже в Дерменте были. Уже буквально через 300 лет наши предки, дагестанцы, преподавали в Багдаде рядом с Абу Хамидом Аль-Хазали. Лучший ум того времени исламского мира. Целое поколение дагестанских ученых преподавало в Багдаде. Более того, именно багдадские халифы абасидские, при поддержке сельджуков, сельджукский визель Низам Аль-Мольк, он открыл по всему миру 12 университетов высшего образования в исламском мире. Эти университеты назывались Низамии, по его имени Низам Аль-Мольк, университеты назывались Аль-Низамии. Один из университетов он открыл в Дагестане. Один из университетов, этому университету почти 1000 лет. Он открыл его в селе Ницахур, 900-х. Почти 50 лет этому университету. Сейчас там адреса находится, но в то время это было учебное заведение высшего образования, где готовили специалистов по фикху, по Курану, по хадису, по логике, по астрономии, по математике, по литературе, по арабскому языку и так далее, по медицине. Старейший университет России находится на территории Дагестана и Кавказа. Мы должны гордиться этим фактом. Ни Московский университет, ни Питерский университет, никакие другие университеты рядом не стоят. Почти 1000 лет университету первому на территории Современной Российской Федерации. И на плечи наших предков Аллах Всевышний возложил тогда миссию обеспечить процветание ислама и на Кавказе, и в исламском мире, потому что они преподавали в лучшем университетах мира. И сегодня на нашей плечи Всевышний, судя по всему, возможно возлагает великую миссию. Готовы ли мы ее осилить, потянуть эту миссию, обеспечить ее? Понятно, наше поколение зарабатывает деньги, чтобы своих сыновей вперед продвинуть дателям образования. Но поколение наших сыновей уже должно пойти дальше. Понимаете? Должно пойти дальше и поднять имя мусульман и в России, и в мире на самые высокие уровни, которые возможны. Вы же прекрасно знаете, будущее уже предопределено. Аллах Всевышний уже его предписал. Оно произойдет. Оно уже происходит на наших глазах. Сценарий уже написан. Если мы этого не сделаем, Аллах Всевышний заменит нас другим народом. Он меняет одни народы на другие. Нам остается только выбрать свою роль. Мы готовы пойти или не готовы? Мы хотим стать этой общиной будущего процветания мусульманской умы или мы не готовы? Если мы погрязнем в раздорах, в раздорах, в сектантстве, в такферизме, в обвинении друг друга в куфре, в каких-то там ересях и так далее, если мы не будем друг друга поддерживать, если мы не будем день и ночь стараться на благо того, чтобы получать знания на благо своей общины и помогая своим соседям обеспечивать доброе имя мусульман, мы так и останемся вот на таком уровне, ниже. А вперед выйдут другие народы. Аллах уже выводит из числа даже европейцев. Из числа образованных мусульман, уже там появляются свои доктора жильяцких наук, появляются свои устазы, свои шейхи. Из числа европейцев. Субханалла. В Новой Зеландии вы посмотрите, что происходит. На наших глазах меняется общество. Если мы вот здесь вот погрязнем в бытовых проблемах и в конфликтах друг с другом, мы так и останемся на этом уровне. На уровне Афганистана, можно сказать. Очень плачевное положение наших братьев, хотя героически. Но если мы будем получать образование, будем сплачиваться, преодолеем разногласия друг с другом, будем показывать красивый пример окружающим, какие мусульмане распитаны, ащерова. Если хотите, я пришел интервью, ничего, нашему брату, устазу Мухаммаду. Вот этот чеченец, который переехал в Бельгию, он дает интервью, напоследок скажу, как бельгийцы. Пример берут с воспитания с его детей, с детей чеченцев, дагестанцев, которые в Бельгии живут. Если вокруг нас жители Астрахани будут брать с нас, с мусульман, вы представляете, какое поколение здесь власти включено? Парак Калауфикум, я извиняюсь за долгое обращение к нам, в Аллахе сердце требует этого. Я первый раз в Астрахани. Прошу прощения за многословие. Пусть Аллах поможет вам во всем, ища Аллах, здоровьет вам Талфик, успех во всем, и сделает вас сначала примерами гордостью Бельгии. Азаха Вахар.